Всем привет, с вами Диадан, сегодня у нас 26 серия Киевского князя. Ну и возвращаемся на территорию Венгрии, где у нас происходят боевые действия. В предыдущей серии я допустил определенного рода ошибку, потому что мог бы, конечно же, провести этот штурм лично, но я очень сильно торопился, ребят, на самом деле, поэтому пришлось провести его автоматом, и из-за этого у нас были огромные потери. Видим то, что венгерская армия уже подтянулась к нашему городу, и надо что-то в срочном порядке делать. Венгерская армия, из кого состоит? Очень тяжелые войска, копейщики со щитами, также пешие рыцари и феодалы, и нам надо попытаться каким-то образом от них отбиться. Что можно сделать вообще? По идее, тяжелых конных лучников лучше вообще сейчас вывезти из города и вернуть их в Галич, потому что от них толку при обороне никакого нет. Вместо этого мы переводим дополнительные отряды дружины в наш город, и здесь что мы с вами делаем? Отстатки возвращаем в Галич, потому что они, конечно же, сейчас небоиспособны. Посмотрим на действия венгров. Как они будут играть? Конечно же, они попытаются осадить. Нам очень повезло, что венгеры пришли без полководца, и в принципе мы должны отбиться. Напоминаем то, что здесь появилось... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот уже очень интересно. И здесь, конечно же, моя армия совершенно не готова к такому столкновению. И посмотрите, как венгры оперативно подтянули сразу же две большие армии. О-хо-хо-хо-хо! Вы только посмотрите, пешие рыцари-феодалы. Мать моя женщина! Что-то нам надо, походу, куда-то сейчас уходить. Либо попробовать дать бой. Но этот бой навряд ли завершится именно в нашу пользу. Можно, конечно же, рискнуть. Но я даже не знаю, стоит ли это делать. Копейщики со щитами. Атака 6, защита 14. Я, ребята, даже не знаю, стоит ли нам сюда соваться. Можно попробовать отойти. Я не думаю, что венгры смогут нас здесь догнать. Поэтому да. Мы отходим от яс и переходим к осаде брана, так называемого. Потому что там давать бой у меня нету совершенно никакого желания. И, кстати, вполне вероятно, что сейчас вся эта военная кампания пойдет немножко не в нашу пользу. Но посмотрим. Паниковать раньше времени не будем, поэтому переобучаем войска. И, судя по всему, у нас будет очень скоро глобальное сражение. Видим то, что Тевтонский орден подтянул небольшую армию к нашим границам. Надеюсь, что он не будет ее использовать по прямому назначению. В Волыне все спокойно, но на всякий пожар не надо тут постепенно готовить наши войска. Потому что ситуация тоже накаляется. Венгры действительно хотят драться за свои города. И ни в коем случае просто так они их отдавать не хотят. В Азапе появляется у нас еретик. Поэтому нанимаем здесь священника, дабы противодействовать ереси. Ну и завершаем 93-й ход. Посмотрим на то, как будут действовать наши друзья-венгры. Но что-то мне подсказывает, что все будет очень тяжело для нас. Потому что венгерская армия это тоже сильные ребята. Ну и один из моих подписчиков высказал мнение, что предыдущий венгерский король был намного умнее. Поскольку он как раз таки создавал эти замки для того, чтобы пресечь так называемую славянскую угрозу. То есть в виде меня и Новгорода. Но с его смертью приходит новый король, который решил эти позиции немножко ослабить. И соответственно мы не применули возможности моментально этой ошибкой воспользоваться. Но посмотрим, к чему все это приведет. Как бы мы не поплатились за такие слишком наглые действия. Потому что это действительно довольно-таки серьезный ход был с нашей стороны. Предательства, конечно же, коварные. Потому что мы на протяжении 90 лет оставались верными союзниками для Венгрии. Но сейчас, как говорится, пан или пропал. Нам деваться некуда. И будет совсем нехорошо, если Польша тоже втянется в эту войну. Видим то, что венгры потягивают войска к Волыну. И сейчас начинается осада Сатумары. То есть потягивают они сюда тоже армию. И армия их, конечно же, намного больше нашей. Но я думаю, что оборона должна пройти в нашу пользу. Все-таки это замок. В общем, посмотрим, друзья мои. Посмотрим. Литва все-таки решила отвезти своих принцесс. Потому что они не добились своей главной задачи. Не знаю, зачем она их туда приводила. Ну, ладно, бог с ними. Бог с ними. И, конечно же, Тевтонский орден. Видим то, что он стягивает постепенно войска к границе. Отводят они своего священника. И пограничная армия, посмотрите-ка, она уже становится довольно-таки серьезной. И с этим тоже надо срочно что-то делать. Ситуация очень опасная. Действительно, стремительно она накаляется. Ну, посмотрим, посмотрим. Конец династии нас не интересует. Кстати, почему-то нету звука в игре. Так, ребят, извиняюсь. Секундочку одну. Так, 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 так. В общем, у меня какой-то глюк произошел. Поэтому звук, он идет не ко мне в наушники, а он идет, собственно, из самого компьютера. И сейчас я с этим попытаюсь разобраться. Ну ладно, я думаю, что мы с этим в следующей серии разберемся. Я прошу не простить то, что сегодня у нас не будет звука игры. Не знаю, с чем связана эта ошибка. Осада поселения, смерть благородного человека. Во Фракии погиб наш лазутчик, к сожалению. Да, и здесь, кстати, убийца еще находится. Давайте-ка попробуем. Членов венгерской семьи. Странно то, что я его не использовал. И посмотрите-ка. Убийца выполнил свою задачу. 55 лет. Предсмертный такой сюрприз. И расширение большого города Каф. Но пока что денежек, видите, у нас не хватает. Да, очень неприятная ситуация с тем, что у меня нет в игре звука. Ребята, прошу меня простить, но ничего я с этим поделать не могу. Тем временем начинаем осаду Брана. Сейчас, я думаю, было бы намного лучше, если мы просто подтянули сюда эти войска. И как-то так с венграми боролись. Но, видите, нету ни времени, ни сил. И венгерская армия что из себя представляет? Я вот думаю, подтягивает ли дополнительные силы или попытаться все-таки отсидеться? Что представляет здесь наша армия? Три отряда хорошо защищенных. Это замечательно. Два отряда спешившихся дружин. Очень много кавалерий, что можно использовать какие-нибудь кавалерийские рейды. Но, по идее, должны отбиться, ребят. Я так думаю. По идее, должны. Но посмотрим. Посмотрим по ситуации. И с Киева подтягиваем подкрепление. Потому что первый возможный удар, он, конечно же, будет по волыну. Он будет по волыну. Поэтому нанимаем здесь дополнительная армия. И в Галичи надо по-прежнему наращивать свои силы. Потому что тут еще на подходе и Тевтонская армия. Что меня совершенно вообще не нравится. Поэтому переобучаем нашу дружину. Такая вот шаткая ситуация, на самом деле. Плюс это все накладывается на то, что у нас очень слабый князь. Как вы сами видите, 53 года. Вся надежда на то, что он как можно скорее умрет. Но, зная закон подлости, этот полководец, скорее всего, будет очень долго жить. Там, наверное, лет до 70. Даже так. Ну, посмотрим. Очень странно, конечно же, то, что звук идет не ко мне в микрофон. Точнее, не в мои наушники. Давненько у меня такого лага не было. И поэтому я даже не ожидал. Но пока у нас идет, пролистываются ходы. Я попробую еще раз настроить все это дело. Да, очень странно. Ну, бывают иногда такие лаги. Прошу меня простить, друзья мои. Прошу меня простить. И возвращаемся в ситуацию в Сатмары. Да, надо было все-таки подвезти туда подкрепление. Я почему-то заглупил. Они бы все равно по-любому участвовали в битве. Но, понимаете, когда тебя что-то выбивает из колеи, ты, соответственно, уже начинаешь делать всякие глупые ошибки. Польская принцесса появилась у Галича, но пока что безрезультатно. И вот королевство Венгрии натыкается на наш город. И видим то, что дополнительная венгерская армия переходит к Галичу. И значит, Галичу необходима поддержка. Венгры такие ребята, ребят, вообще непростые. Они не отсъезжаются, они хотят драться за свои земли. И я могу их вполне себе понять. Сколько терять такие города, это, конечно же, очень неприятно. Но и сейчас нам, походу, придется давать бой, потому что венгрии будут мой замок просто держать очень долго в осаде. Для того, чтобы я не мог из него выйти. Вполне себе логичные действия. И мятежные армии по-прежнему гуляют. Завершается 94-й ход. Запрет на футбол. Нас-то не интересует. Сводка новостей, семейные трагедии в праксе. Тоже ничего интересного. Зарешение строительства. Доклад о найме и новости. Ну что, друзья, надо выходить в бой. По-любому, тут иного выхода нет. Надо давать эту битву. Поэтому выступаем. В поход. Хотя даже не знаю, на чьей стороне преимущество. Пешие благородные рыцари. Это очень тяжелые войска. Вот я думаю, не делаю ли я такую же глупую ошибку, которую у меня было тогда. Хороший вопрос на самом деле. Армия состоит из копейщиков с щитами. Пешие рыцари-феодалы. Пешие благородные рыцари. Да, надо хорошенько подумать. Ладно, давайте мы все-таки пока что не будем вступать в эту битву. Попробуем избежать боя, потому что у нас слишком мало вот именно конкретно такой тяжелой пехоты. Объединяем дворцовую и киевскую стражу. Объединяем дружину. Да, пехота у венгров очень тяжелая. Навряд ли я смогу там что-то толковое сделать. Поэтому продолжаем играть от обороны. Венгры нас, по сути, тосковывают. И очень, конечно же, неприятно смотреть на это. Гремеслава Пестроя, вот этого малолетнего товарища, отправим, наверное, в Галич. Что там тоже необходима поддержка. Германских рыцарей ему на всякий пожарный потом можно будет нанять. И вот эту венгерскую армию, вояслав святой, сейчас попробуем ее разгромить, потому что она очень сильно сковывает здесь наши действия. Безоговорочная победа. Всех, конечно же, казним, дабы не было никаких прецедентов. И посылаем Киевскую дворцовую стражу на помощь нашим войскам. Мало ли, вдруг там еще что-то будет нам пригодиться. И ситуация с Атумарой действительно очень серьезная, очень напряженная. Здесь у нас продолжается осада. Даже не знаю, проводить ли мне ее лично. Ох, 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 ох. Вот это... Вот это парень. Вот это парень, друзья мои. Это просто нечто. А у нас как раз-таки нету такой тяжелой пехоты. Ну ладно, избегаем боя. Я думаю, что у нас не получится захватить, потому что у них слишком много тяжелой пехоты, тем более с таким огромным бафом. Для нас это все печально закончится. Завершаем 95-й ход. Пока что мы, наша компания, Венгрия, терпит фиаско. Венгрия начинает контратаковать, мы же не можем захватить земли. Мы уперлись вот в этот вот замок. И Венгрия просто выжидают, сколько они понимают, что мы в бой не полезем. Но вот если в этом ходу они не пойдут на штурм, то мне придется давать бой по-любому. Потому что слишком большие потери пойдут, и наши силы будут очень слабенькими. А я этого не хочу допускать. Не хочу. Но и терять замок, я не знаю, я буду до последнего просто драться за него. Очень не хочется его терять. Потому что это означает, что мы нажили себе просто огромное количество врагов, по сути, всю западную Европу. И при этом мы ничего противопоставить им не можем. И можно даже сказать, что эта серия тоже одна из решающих, как та ситуация с Галичем. Это действительно так, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Изменник. Изменник. Предал. Предал Киевскую Русь. Вступаем в бой. Ну вот я и говорил об опасности принцессы, об опасности того, что полководцы выходят из своих земель. Да. Предал. Предал наши войска. Вот такой вот сынок. Такие вот коварные поляки. Очень коварно действуют, конечно же. Серия будет решающей. Серия будет решающей. Так. Ждем загрузку. И начинаем развертывание войск. Кто у нас окажется на позиции? Где вообще вражеские войска? Угу. Это осадные башни. Это три тарана и несколько лестниц. В принципе, все понятно. Но здесь оборону у нас держит Киевская дворцовая стража. Несколько отрядов. Хотя можно ее, конечно же, отправить вот именно на самый такой, на последний случай. А где находятся еще противники? А где находятся еще противники? Еще одна небольшая армия. Кто здесь у нас находится? Да, но это совсем малыши. Не думаю, что они что-то нам смогут противопоставить. План какой? План Капка. Можно это так даже назвать. Необходимо выводить отсюда кавалерию из этих ворот и как-то начинать докучать. Потому что кавалерия в городе, она вообще абсолютно ни на что не способна. Это будут просто очень глупые потери. Нам необходимо также оставить какой-нибудь определенный резерв. Даже не знаю. Здесь 11 человек стоят. Их навряд ли смогут убить, конечно же. Здесь варяжские копейщики у нас находятся. Но вероятность то, что противник полезет именно на эти стены, тоже она очень маленькая. Мы снимаем со стен все остальные отряды. Сколько тут от них толку вообще никакого не будет. Основной упор, конечно же, пойдет вот именно на эту территорию. Здесь просто большие количества вражеских войск. Поэтому мы здесь будем укреплять вот эти вот районы. Называемые. Но я думаю, что два отряда Киевской дворцовой стражи это будет достаточной силы для того, чтобы отбить вот эту вот стену. Тем более, да, это серьезные ребята. Как раз таки они умеют играть от обороны. В самом крайнем случае, что нам придется? Придется отступать во внутренний замок. Да, скорее всего, так нам придется действовать. Надо еще посмотреть, есть ли здесь выход из ворот. Но нет, видите, здесь у нас упираются стены и нет возможности покинуть замок. Ну, в общем-то, попробуем обороняться здесь. Сейчас в центр еще кликну. В самом крайнем случае займем какую-нибудь оборону, допустим, здесь, да? Как-нибудь попробуем простоять. Иных вариантов я, ребят, просто не вижу. Просто не вижу. Ну и на всякий пожарный тут тоже может один из отрядов подтянуться. Если уж совсем нас, как говорится, прижмет. Ну и генерал будет давать свои бафы на оборону. Поэтому начинаем битву. Начинаем битву, тем более, что у нас подкрепление подходит. Я думаю, то, что мы с вами отобьемся, будет, конечно же, очень нелегко. Но посмотрим. Венгры сразу же начинают, переходят они в атаку. Им нельзя ни в коем случае медлить, потому что у нас в том числе подходит подкрепление. Вот они, эти наши отряды. Да-да-да. И мы начинаем переводить их вон туда, чтобы они как можно быстрее доскакали. Тем временем кавалерия выходит из города. И, по сути, уже через буквально полминуты она достигнет позиции вражеских войск. Объединяем ее в Ctrl-1. И сейчас пора этой дружине выстраиваться. Венгры что у нас делают? Уже подводят они осадные лестницы. И, что самое неприятное, эти осадные лестницы идут там, где наши лучники. Поэтому сюда в срочном порядке необходимо переводить наших спешившихся дружин. Кто здесь? Пеши, рыцари, феодалы. Будет тяжеловато, на самом деле, отстоять. Но вот уже наши войска появляются. Идет очень жестокая оборона. Также осадные лестницы подводятся, судя по всему, на вот этот участок стены. Но сейчас наша кавалерия уже выходит на позиции. Да, уже практически мы с вами готовы. Осталось только выйти на такую позицию грамотного чарджа и начинать поливать противника в спину. Вот так вот мы все это с вами сделаем. Да. И он таким способом. Противник уже ворот. Вот беда в том, что я забыл здесь поставить какой-нибудь отряд из пехоты. Ой-ой-ой, это такая грубая ошибка, на самом деле. И она нам может очень серьезно обойтись. Противник подтягивает сюда уже осадные стены. Здесь лестницы тоже появляются, поэтому мы сюда переводим киевскую дворцовую стражу. Все зависит от того, как будет реализована наша кавалерия. Поэтому атакуем пеших рыцарей и феодалов. Главное, чтобы противник не прорвал нам ворота. Потому что в таком случае они все ринутся туда. И сейчас они очень сильно разбросаны, поэтому у нас есть шанс по ним ударить. Здесь появляются копейщики. Но чардж такой очень вяленький, очень слабоватенький. Тем не менее, венгры несут потери. Наш генеральский отряд тоже в скором времени уже появится в месторасположении наших войск. Правда, им бежать очень-очень далеко, конечно же. Приходится огибать буквально весь замок. Но должны успеть, по идее. Должны успеть. Вот уже появляются на стенах враги. И кавалерия наша начинает завязывать уже здесь битву. Идет атака на ополчение арбалетчиков. Появляются копейщики, поэтому кавалерию срочно в порядке отводим. Нельзя нам сейчас ее терять. Это было бы очень глупо с моей стороны. И конницы начинают уже чертожевать постепонку противника. Идет атака на ополченцев с арбалетчиками. Что? Теряют они буквально весь отряд. Да, так и есть. 77, 70, 50. И по сути этот отряд кавалерии можно отводить. Противник уже залез на стены. Здесь идет очень тяжелая оборона. Тут ребята тоже начинают постепенно переходить. Все границы дозволенного. Можно даже так это назвать. Да, осада очень тяжелая, ребят. Очень тяжелая осада. Тем временем наша конница тут не дает пока что. Венграм полностью сосредоточиться на том, чтобы захватывать. И что у нас здесь? Копейщики со щитами перекрывают буквально все. Очень неприятные войска. Но я думаю, что если мы всеми отрядами попробуем как-нибудь черженуть очень грамотно, то они разбегутся. Тем более, что стоят они спиной. Но это очень тяжелые копейщики. Я не знаю, допускаю ли я сейчас ту же самую ошибку, что было когда-то. Нет, я не хочу рисковать. Я отведу отряд кавалерии. Вот бы сюда прорваться. Было бы все просто супер. Ну да, и наши войска мудряются прорваться. Сейчас как раз они нападут на ассасинов. Очень хороший чардж идет. Раз, два и... Влетаем, влетаем очень хорошо. Сразу же копейщики переходят. Но у нас... Мы тут буквально лавируем между двух огней. Переходим чуть-чуть назад, чтобы наши кавалерии могли отойти. И ассасины... Да, огромные потери они терпят. Давайте поставим на паузу, чтобы посмотреть на ситуацию. Тем временем наша конница уже подошла. Подошла граница. Начинают они обстрел копейщиков со щитами. И надо их атаковать по-любому. Надо их атаковать в срочном порядке. Ребята тоже ведут обстрел. Но атаковать лучше, конечно же, отсюда. А не как-нибудь там. Неправильно, да? Ситуацию. Ставим на паузу. Уничтожили 14%. Потеряли 6%. На стенах идет просто ожесточенная схватка. Вот эту стену мы, судя по всему, уже потеряли. Надо подтягивать сюда в срочном порядке какие-то подкрепления. Но, видите, сил у меня уже просто нету. Весь город буквально на грани срыва. Тем временем наша конница. Что здесь делать? Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то нас сейчас тут догонят. И будет все совсем печально. Наша кавалерия. Видите, копейщики со щитами очень грамотно все блокируют. По нам ведут обстрел. Очень неприятный. Надо как-то вот прорваться сюда. Но как? Как прорваться? Можно, в принципе, попробовать здесь. Попробовать вот так вот, да. Видите, здесь ребята растянуты. Небольшой шанс на то, чтобы появиться там. И вот допускают ошибку противники. Они, по сути, оставляют открытыми лестницы. И мы можем начать атаку на пеших рыцарей и феодалов. Да, сейчас к ним зайдем в тыл. И это будет просто замечательно. Посмотрите, как мы сейчас зайдем по тылам. Ну что происходит? Что происходит? Почему кавалерия не хочет атаковать их? А, ну просто весь отряд уже на стенах. Все очень плохо. Все действительно очень плохо. Мы не смогли реализовать преимущество в своей кавалерии. Пеший рыцарь и феодалов переходят здесь в атаку. Ну и копейщиков со щитами надо в срочном порядке атаковать. Они уже буквально на стенах. Что мы с вами здесь делаем? Надо дружинниками как-то попробовать уничтожить. Вот этот вот отряд. Как-нибудь с разных сторон попробовать ударить. Да. Сейчас мы это с вами попытаемся. Слишком сильно копейщики нам мешают. Чарж с нескольких сторон. И что? Очень неубедительно. Очень неубедительно мы с вами тут атакуем. И венгры стоят, стоят. Теряют они очень много. Но наша кавалерия тут же терпит просто сокрушительные потери. Нет, ну это слишком тяжело. Надо отводить нашу кавалерию обратно. Тем временем, что у нас на стенах? Наши ребята вроде бы держатся пока что. Кавалерия ворвалась просто в строй вражеский. Отводим ее назад. Здесь ведется обстрел. Кстати, здесь как раз таки их можно вести. Обстрел против копейщиков со щитами. Ставим на паузу. Что смотрим? Копейщики со щитами. Чувствую себя замечательно. Там можно попробовать ударить как-нибудь спину. Да, поэтому и сейчас этим собственно-то и займемся. Венгры как будто знали то, что против них будет воевать сплошь конная армия. И сейчас идет очень убедительный чардж. Но вроде бы ворвались как-то. И венгры не могут нам дать тут оборону. 120, 127. Идет атака. Вырезается буквально половина отряда. Да, так и есть. И все, убегают. Смотрите, дрогнули венгры. Дрогнули. Очень хорошо. Сейчас надо развивать всю эту ватагу. Надо необходимость в срочном порядке все это дело развивать. Дрогнул один из отрядов. И сейчас переходим в наступление на копейщиков со щитами. Их там очень мало. Надо развивать наступление. Пока противник не сумел организоваться. Венгры пошатнулись. Венгры пошатнулись. Развиваем наше наступление. Убегают, убегают, убегают. И что у нас здесь? Второй отряд. Королевство Венгрии. Мечники. 102. Ребята, давайте, убегайте, пожалуйста. Я вас умоляю. Мне еще игра очень сильно лагает. Второй отряд нашей дружины. Где он там вообще находится? Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь нашей конницы очень тяжело, поэтому отводим ее назад. Оборона на стенах. Как себя вообще чувствует? Ой-ой-ой-ой. Здесь пеший, рыцарь и феодал уже полностью вырезали наш отряд. Елки-маталки. Они могут взять стены. Здесь, вроде бы, мы с вами успешно отбили. Буквально 60 человек там осталось. Тут оборона тоже терпит полное фиаско. Потеряли мы 17%. Уничтожили... Уничтожили тоже неплохое количество вражеских войск. Вот кавалерию отводим. Что у нас здесь? Как здесь генерал оказался? И надо не лестницу атаковать. Надо копейщиков атаковать. Отводим кавалерию. Но сейчас попробуем нанести еще один такой небольшой удар. Врываются наши войска. И вот венгры тоже бегут. Оболчение с арбалейчиками. Начинают и не убегать. Надо бить с двух сторон. В срочном порядке. С двух сторон надо бить. Чтобы противник понял, что для него уже все закончено. Что помощь больше не придет. Ведем мы с вами атаку. Копейщики со щитами дерутся. Дерутся буквально до конца. Наша... Ой-ой-ой, дружина тут терпит полное поражение. Надо ее отводить в срочном порядке. Генеральский отряд врывается на пеших рыцарей и феодалов. Но очень хорошо они себя чувствуют. И... Да, очень тяжело здесь прорваться. Отводим опять назад. Просто нету возможности. Больше некем уже драться. Нет войск больше. Мечники стоят, но пошатнувшиеся. Еще один делаем удар. Здесь надо просто любыми путями пробивать их. Ни в коем случае нельзя им дать собраться вновь. Врываемся на мечников, на копейщиков. И какой-то отряд дрогнул. Это ополченцы с арбалетчиками. Ребята, давайте бегите. Я вас просто умоляю. Ребята, вы же венгры. Убегайте, пожалуйста. Стоят до конца. Дрогнули. Или не дрогнули. Или дрогнули. Да, дрогнули. Ребята, венгры дрогнули. Надо их добивать. Забирать как можно больше. Убивать всех. У нас появляется еще один отряд, который в срочном порядке сейчас мы переводим. Небольшое подкрепление. Ребята, венгры здесь дрогнули. Дерутся до конца. До смерти. Просто. У нас появился небольшой шанс. Добиваем венгров. Да. Убегают пешие рыцари-феодалы. Здесь как себя чувствую. Здесь взяли стены. Просто огромное количество вражеских войск. Здесь появляется. Держимся буквально из последних сил. Тем временем, мать моя женщина. Ассасины просто захватывают всю стену. Надо помогать нашим войскам. Каким-то просто неведомым способом. Тем временем, пусть стену просто уничтожаем остатки венгерской армии. Кавалерия должна заходить в город по-любому. Потому что сюда она уже не успеет. Слишком сильно устанет. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас полный муравейник. Но нам ничего не остается, кроме как выжидать, пока здесь ребята будут проложать бой. А они будут очень долго драться. И посмотрите, как поднимаются они на стены. И здесь уже наша конница вообще не способна ничего поделать. Где у меня отряды вообще стоят? Раз. Где-то еще один отряд. 11 человек всего лишь. Да. Битва еще не выиграна. Потеряли 33%. Очень тяжелая оборона. Но на стенах мы, судя по всему, проиграли сражение. Ну да, так и есть. На стенах нас тут нагнут очень быстро. Можно попытаться как-нибудь вырваться из этого кольца. Давайте попытаемся вырваться. Но я здесь иного варианта не вижу. Надо попытаться вырваться, отступать. Как еще? Что еще можно сделать? И занимать оборону здесь. Каким-то неведомым способом мы должны туда прорваться. Я не знаю вообще как это возможно. Но вот наши войска начинают отступать. И посмотрите, один из отрядов дрогнул. Это пеший рыцарь и феодал. Кого-то надо срочно выводить за стены. Боже мой, где моя кавалерия? Вот она. И вот эти вот ребята сейчас должны добивать. Вот эти вот остатки. Пока венгры там не собрались. Да, вот они как раз таки у нас спускаются. Ведем мы очень агрессивный обстрел. Надо их ловить. Да, надо их ловить. Да, выходит наш отряд. И начинаем вылавливать остатки. Тем временем наша тяжелая пехота отступает постепенно. Надо ребят в срочном порядке их переводить в замок, во внутренний. Очень сильно наши войска выставили. Но вот уже часть отрядов прибывает сюда. И где-то наша кавалерия и осталась буквально немного. Скоро она появится уже в ворот. Венгры отступают. Венгры отступают. Надо их в срочном порядке здесь добивать, что-то делать. Покинули часть отрядов стены. Кто это у нас здесь? Копеечки со счетами. 28 человек. Тем временем стены здесь просто пустые. Стоят уже некому, буквально некому оборонять эти стены. Мы уходим во внутренний замок. Здесь, наверное, будем принимать последний бой. Очень тяжелая битва. Очень тяжелая. Ну и тут остатки пеших рыцарей и феодалов тоже начнем добивать уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень долгая битва. И походу у нас серия затянется, я думаю, минут на 40. Минут на 40. Пеших благородных рыцарей здесь просто всем лица разбивают. Ну, друзья мои. Давайте, наверное, прекращу на этом серию, потому что я слишком сильно затянется. С вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите. В следующей серии все закончится. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok